Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Токсичные отношения. Три года назад я влюбилась в одного парня, он тоже проявлял ко мне симпатию, но отношения так и не сложились. Вообще, в общем, три года это уже эмоциональных качелей. Как только я отдаляюсь от него, он начинает проявлять внимание. Как только я снова расслабляюсь и открываюсь ему, обещает меня морально очень-очень больно. Не видеть его не могу, работаем вместе, как мне избавиться от этой токсичной привязанности, от своих фантазий. Как делать так, чтобы не задевали меня его фазы. Смотрите. Здесь есть, ну, две таких вот основных проблематики, которые лежат условно на поверхности. И, конечно же, есть некоторая глубинная, более глубинная проблема, как и касающаяся непосредственно, ну, очевидно, вашей личности, вашего психологического состояния. Возможно, речь идёт о определённых внутренних конфликтах. Смотрите. Значит, начнём. Мы с вами со следующим в качестве такой вот, ну, может быть, вводной, да, вводной. Когда вы говорите, что вот такие качели, да, эмоциональные, что вы открываетесь, он вас обещает, что он, как бы, ну, закрывается, вы, как бы, значит, стараетесь его, как-то вот, ну, к нему, да, то потом наоборот. Это классическая такая детская игра-догонялка. Вот, это детская игра-догонялка. Можете изучить самостоятельно в интернете. Благо, информация по данному вопросу есть. Что такое догонялка? Это ты убегаешь, я догоняю. Я убегаю, ты догоняешь. Здесь история про личные границы, в первую очередь. То есть, детям такая игра нужна, как раз-таки, для того, чтобы обозначить, натренировать свои границы личные. Вероятно, вы в этом смысле этот этап не прошли. То есть, вы не прошли этап становления своих личных границ, очевидно, да? Вот здесь, то есть, как бы, где я, где другой человек. Где, как бы, моя ответственность, да, где ответственность другого. Вот. Соответственно, если у вас данный аспект не структурирован, да, то есть, нет четкого, вот, понимания того, где я, где другой, да, где моя ответственность, где ответственность другого, другого, вот, то, конечно, будут определенные сложности, будут определенные трудности, будут определенные конфликты. Поэтому, в первую очередь, здесь история вот об этом. Косвенно вы развиваете эту мысль, когда пишете, что вот вы открываетесь, и вам делают боль. Понимаете, что такое открыться человеку? Открыться человеку, значит, чем-то с ним поделиться. Значит, что-то ему выразить. Либо поделиться, либо выразить. То есть, ну, что это значит, да, вот чем-то поделиться, чем-то выразить, что-то выразить. Например, мне что-то нравится, я вам об этом говорю. Я к вам что-то чувствую, я вам об этом говорю, да. Возникает вопрос, а как можно обратной связью сделать больно? То есть, нет, безусловно, обратная связь может быть неприятна. Это безусловно. Но, как можно сделать больно? Вот, во всем вопрос. Как можно именно больно сделать, да? И, на этот вопрос, ответ достаточно простой. Если я, когда что-то выражаю человеку, да, чего-то жду от него. То есть, ну, допустим, я говорю вам, например, что мне что-то нравится, и жду от вас, что вы это обязательно как-то позитивно оцените. И мне это важно. Да? То есть, как-то вот других способов для того, чтобы почувствовать важность и значимость того, например, что я проявляю, того, что я из себя представляю, у вас нет. Здесь мы подходим к вопросу о том, как бы, что для вас означает человек. То есть, что для вас значит этот человек. Здесь мы подходим к вопросу о том, какую роль вы ему в своей жизни отводите. И не слишком ли в этой роли много у вас зависимости от него? То есть, не слишком ли много от него зависит в контексте этой роли, да? Когда, ну, например, да, если от вас зависит то, насколько я значим. Или от вас зависит то, например, буду ли я чувствовать себя мужчиной, да? Или, в вашем случае, будете ли вы чувствовать себя женщиной полноценной, да? Или нет? Понимаете, да, какая штука? То есть, вы здесь слишком от него зависит. И вот на это, как мне кажется, вам и нужно обратить свое внимание. Дальше. Вы пишите о том, что у вас, ну, он вам делает больно. Каким образом нам могут сделать больно другие люди? Смотрите. Когда во мне, ну, во мне самом, да? Есть что-то, чего я в себе не принимаю, от чего я всячески стараюсь отстраниться, отдалиться, не замечать. И вдруг мне на это указывают, то мне становится больно. То есть, это вопрос, во-первых, непринятия себя, вследствие того, что вы в себе сами считаете что-то неправильным. При том, что это у вас есть, при том, что это часть вашей, вот, личности, как бы, но, тем не менее, вы, ну, как бы, вот, продолжаете считать, что это у вас что-то неправильно. Вот, и, может быть, даже, ну, молодого человека, вот, в какой-то степени, да, сознательно или бессознательно пытаетесь, вот, использовать для того, чтобы как-то вот это скомпенсировать. То есть, то, что вы человека используете, ничего плохого нет, вот, потому что вы используете человека, потому что, ну, все люди друг друга используют, это, в принципе, нормально, да? Вот, но, если мы пытаемся использовать человека в чем-то для нас очень важном, вот, и если человек это чересчур, чрезмерно чувствует, вот, то он этим, конечно же, может воспользоваться и воспользоваться весьма, ну, скажем так, деструктивно. Ну, вот, примерно, как это делает ваш, ну, ладно, человек, да, которого вы описываете, потому что он, в ближайстве, боится с вами, вот, ну, и защищает, соответственно, агрессию, или, там, попытки объяснить вас, и так далее, то есть, ну, вариантов тут может быть довольно много, вот. Соответственно, соответственно, вы что-то себе не принимаете, в чем-то где-то вы считаете себя неправильным, в чем-то где-то вы себя обесцениваете. И, соответственно, если вы себя обесцениваете, то вы транслируете эту идею, этот посыл и мужчине, что меня можно обесценивать, ну, например. Вот. И, как бы, вас обесценивают. Вот. Здесь получается, как бы, такой вот замкнутый круг в какой-то степени, к сожалению. Вот. Значит, это же самое касается процесса того, что вас задевают. То есть, вот, чтобы, условно говоря, не задевало, да, нужно вот идти в направлении принятия того, что вы себе вот на данный момент не принимаете. От того, что вы себе, вы на данный момент себе, ну, как-то вот склонны отрицать. Вот. Для этого нужно, в принципе, учиться, в том числе о себе заботиться. Давать себе то, что вы в какой-то степени пытаетесь получить от молодого человека. Вот. Ну, как бы, вот. Это возникает фрустрация. От неудовлетворенности этого желания возникает как раз в момент, когда вам больно. То есть, вы чего-то хотите, да, этого не получаете. Не получаете, фрустрируете и, соответственно, воспринимаете это как больно. Ну, понятно, что это такая многофакторная история. Здесь не только про фрустрацию. Но это, безусловно, то, что он в какой-то степени отягчает этот аспект. Ага, дальше. Значит, вы пишите, как мне избавиться от токсичной привязанности. Хороший и интересный достаточно вопрос. Дело в том, что привязанность, как видно из названия, да, привязанность, то есть, что значит, привязка. Это ваша потребность определенного рода. Это потребность. Именно, потребность. То есть, какая это ваша потребность здесь, в вашей картине мира, должна быть удовлетворена. Понимаете мы, да? Но для вас так получилось, что это единственный способ, которым вы можете эту потребность удовлетворить. И вот не будет этого молодого человека, вот, и все. Потребность вы не удовлетворите. А мало того, что сама потребность, ну, должна быть удовлетворена. Потому что потребности должны удовлетворяться для того, чтобы человек нормально себя чувствовал. Так и еще, и если вы не удовлетворите эту потребность, вы себя будете чувствовать как-то. То есть, не удовлетворить эту потребность вы себе запрещаете. Вот. Это тоже очень важный момент. Удовлетворение потребности, не только потому, что я этого хочу. Но и удовлетворение потребности, потому что я должен. Да? Вот как некоторые люди, вот, пытаются построить, допустим, семью, да? Или, там, удержать своего партнера. Вот. Не только потому, что с ним, вот, связана какая-то их потребность. Но еще и потому, еще и потому, что они не могут по-другому. Они должны. Если они эту потребность не удовлетворяют, они начинают думать о себе хуже. Понимаете? Ну, в качестве примера, можно привести пример с голодом. Если я не поел, и я голоден, то я плохо себя чувствую, я хочу есть. Вот. И, соответственно, еще способы, да, поесть. Вот. Но у некоторых людей, если они голодны, они начинают себя ругать. Ругать еще за то, что они настолько бедные, что не могут позволить себе быть сытыми. Понимаете? То есть, как бы, еще одна негативная реакция человеку. И так плохо, что он голоден, он себя еще ругает. Вот. Поэтому привязанность ваша здесь связана вот с этими двумя, вероятно, аспектами. Ну, с одним аспектом, аспектом потребности. Совершенно точно насчет второго аспекта, я не знаю. Вот. Или наоборот, может быть, второй аспект. Совершенно точно, точно. А первый, я не знаю. То есть, какой-то аспект здесь вторичный всегда. То есть, какой-то более важный. Вот. Соответственно, это все вам нужно замечать. Замечать, видеть, структурировать и корректировать. Ну, и, наконец, последнее. Как я уже говорил, как бы, в основе всей этой ситуации лежит определенный внутренний конфликт. Да. В какой-то степени он связан с тем, что вы, как-то, ну, раз вам больно и вас задевают, значит, вы себе что-то не принимаете. То есть, есть такая вот... Есть такой... Ну, невротистый, небольшой, да, получается, ну, или сложно-сложно судить по его объему, но если три года у вас токсичные отношения, ну, значит, его объем достаточно внушителен. Вот. Значит, помимо этого, вот, какой внутренний конфликт здесь присутствует? Вы пытаетесь добиться внимания к себе. Вы пытаетесь добиться к себе внимания от того, кто вам... Ну, на вас не обращают... Его не обращают. То есть, вы пытаетесь добиться внимания от того, в общем и целом, того, кто, ну, кто вас не заинтересован, по факту. Это такой аспект, либо здесь есть другой аспект. Это такой аспект, что я не обращаю внимания на человеку, пока он потеряет ко мне интерес. Пока он не потеряет ко мне интерес. Пока он ко мне интерес проявляет, он мне не интересен. Вот. То есть, иными словами, меня привлекает именно сама потеря ко мне интереса. Да? То есть, это, по сути, отношения с родителями и регрессы здесь до определенного детского состояния. Ну, вашего детского состояния определенного. Какого, как и так далее это нужно выяснять? Сейчас это, я бы сказал, что можно только гадать. Может быть, я не прав по поводу этого. Вот. Но то, что вы устраиваете такие отношения, в общем, и глобально несут в себе одну важную функцию. Какую? Какую? Я не выстраиваю серьезных отношений. То есть, серьезные отношения у меня не получаются. Серьезных отношений, таким образом, я избегаю. Да? Ну, потому что это же не серьезные отношения. Это же отношения, в которых вы чувствуете себя постоянно на иголках, понимаете, да? Это, ну, вот в данном случае несколько нестабильная история. И это не случайно, вот, совершенно не случайно, что вы такие отношения выстраиваете. Почему? Потому что серьезных отношений вы, вероятно, боитесь. Вот. И, соответственно, может быть, даже и не умеете их строить. Что, как бы, более вероятное, исходя из того, что у вас не простроены личные границы. То есть, это, как бы, ну, вот, в данном случае, ну, вполне может быть, быть взаимосвязанным. К сожалению. Вот. Поэтому, что тут, вот, нужно смотреть. Тут нужно смотреть и исследовать. Вот. Что, что еще? Вот и все. Поэтому мой вопрос, ам, касаемо того, ам, что для вас значит молодой человек, он отнюдь не правдный. Этот вопрос. Мой вопрос, касаемо того, ам, какое значение для вас имеет мужчина, отнюдь не правдный. А имеет под собой очень важную подоплеку. А именно, раскрыть, раскрыть чрезмерную значимость отношений для вас в печал. Или чрезмерную значимость человека для вас в печал. Понимаете, да? Чрезмерная значимость человека наполнена вашими собственными потребностями, которые вы центрируете на, как раз таки, мужчине. Вот. К сожалению. И, соответственно, над это вы страдаете. Вот. Вам нужно немножечко разгрузить. Потому что отношения, это просто отношения. Это не способ решить свои проблемы. И вот, как некоторые люди думают, что вот я сейчас добью, добьюсь вот этого человека, у меня сразу все будет хорошо. Нет. Нет. Потом начинается контроль жизни человека. Вот. Потом начинается контроль жизни детей. Вот. А потом начинается как бы уже болезненная привязка к ним. То есть, невозможность самостоятельно как-то вот двигаться по жизни. Да? И, исходя из этого, хочется вам задать вопрос. А вот вне контекста мужчины, да? Ну, вот просто вне контекста этого мужчины. Вот вы говорите, да, что работаете, там, ну, вот с ним вместе. Вам вне контекста мужчины. Насколько интересна ваша деятельность? То, как вы, ну, движетесь вот по жизни, да? И так далее. Вам вот это все, насколько интересно? Вам это все, насколько нравится. Вот. Это, мне кажется, очень важный момент. Потому что, если вы не очень интересуетесь своей работой, если работа для вас не, никак эмоционально не окрашенная, то, естественно, вы будете всю свою эмоциональную жизнь, всю свою эмоциональную, так скажем, энергию, которая у вас есть, направлять на человека. И получается, что вы с мужчиной не только потому, что вам, например, хочется его, там, к примеру, сделать счастливым, да? Или что-то, там, для него сделать, что-то ему предложить. А вы с ним для того, чтобы реализоваться, вы с ним для того, чтобы что-то себе доказать. А человек, он, как бы, в этом, мягко говоря, не заинтересован, в том, чтобы, ну, давать вам такую возможность. Может быть, он этого даже не знает. И здесь, мне кажется, у вас может быть страх. Страх какого плана? Страх, ну, например, как-то поверить в себя. Страх допустить то, что вы сами на что-то способны. Вот. Страх того, что вы сможете с чем-то справиться. Вот. Это, ну, довольно часто такой вот возникает такая проблематика, такая диктамика. С одной стороны, я хочу реализоваться, с другой стороны, я вот как-то, да, ну, как-то вот могу бояться, могу себе это запрещать, могу себе этого не позволять и так далее. То есть, тут вот, к сожалению, вот такой конфликт тоже может присутствовать. И в этом смысле вам также, также нужна помощь здесь, вот, чтобы этот конфликт увидеть и как-то вот его разрешить. Да, то есть, ну, хотя бы вот для начала, как бы вообще просто определиться, вот, ну, какими, какими конструкциями мыслительными, да, вы, как бы, пользуетесь. Вот, ну, то есть, как это выглядит, вот, например, в вашей реальности, да. Ну, вот, как выглядите в вашей реальности, например, вы сами, вот. Ну, просто, вот, как вы выглядите. Вот, это очень важный, на мой взгляд, аспект, вот, на который, хочется обратить ваше внимание. Поэтому, как видите, у токсичных отношений есть своя достаточно глубокая и, я бы сказал, тонкая природа, вот, которую необходимо исследовать, которые необходимо прорабатывать, вскрывать и видеть то, как, например, она, эта природа влияет, допустим, на вашу модель поведения. Вот, и дальше уже заниматься коррекцией, вот. То есть, вот, ну, примерно, примерно, вот такая последовательность. Ни в коем случае, ну, не наоборот, да. То есть, вот, сейчас вам нет фактического резона, фактической мотивации, например, избавляться от этих самых токсичных отношений. Потому что вам они сейчас нужны. Вот, постарайтесь меня, пожалуйста, услышать. На данный момент вам они нужны. На данный момент вы в них нуждаетесь. Вот. Потому что если их не будет, то что будет тогда? Вот. Как жить тогда? Да? Вот. Как решить, ну, допустим, проблему вот того, что, там, мужчина о вас, к примеру, что-то подумал, такое, как-то вот кто-то сказал, такое, как жить с этим. Вот. То есть, естественно, вы не готовы. Но в данный момент это как-то вот отпускало. Вот. Поэтому я бы вот такую цель именно, что-то вот опускать, да, и так далее. Вот. Я бы именно такую, конкретно такую цель, я не ставил бы. Вот. Я бы ставил цель вообще просто для начала себе разобраться. Вот. Просто вот себе разобраться. Чего я хочу вообще, например, что для меня значит человек, да? Где моя ответственность, где его, ну, граница ответственности, где? Вот. И, соответственно, уже вот когда плюс-минус эти вещи будете вы понимать, ну, вот, уже тогда можно будет как-то говорить про то, что делать дальше. Ну. Никаких вот таких резких делать движений по типу, там, ну, знаете как, отрубить, отсечь, да? Я бы тоже речь в данном случае бы не вел, потому что это, ну, зачастую может травмировать, да, еще больше, да, даже, чем нахождение в этом. Вот. Поэтому тут вот тоже есть такой нюанс, да, который нельзя, ну, нельзя не обращать внимания. Вот. Потому что он играет существенную роль в вашей психологической жизни. На этом, пожалуй, все. Вот. Я бы хотел закончить только тем, чтобы вы как-то выписали, может быть, ну, вот именно выписали. Чтобы вы постарались, точнее, выписать. То, допустим, что вы думаете о молодом человеке, ну, то есть, ну, просто, вот какой он, да, для вас, что вы про него думаете. А для чего это нужно? Для чего нужно выписывать то, что вы о нем думаете? Чтобы сопоставить это с реальностью, вот не идеализируете ли вы его, да? Не наделяетесь ли вы его теми качествами, которых у него в действительности нет? Это очень важный момент, потому что если присутствует такой вот элемент идеализации человека, или, ну, в вашем случае, да, это мужчина, то есть вы идеализируете мужчину, вот. Если есть такой аспект идеализации, то его нужно замечать. Его нужно замечать для чего? Чтобы вовремя перенаправлять свое поведение. Потому что если вы начали идеализировать какого-то, значит, речь пошла уже не о мужчине, не о другом, а о вас. И смешивать эти вещи, на мой взгляд, очень опасно. Когда это смешивается, происходит то, что вы называете токсичными отношениями. Ну, еще бы им не быть токсичными. Когда, вот, по сути, ну, получается, что вы зависимы, вот, ну, от человека, в данном случае. Вот, поэтому, тут, конечно, все достаточно в этом смысле предсказуемо. Вот, я желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Обратная связь нужна для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот, то есть, ну, вот, вы формируете обратную связь, и, соответственно, она становится точкой отсчета для уже последующей индивидуальной работы с вами. Вот, я желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.